Я, честно говоря, давно не видел его в игре. Это опытнейшего шведского голкипера сегодня Ковентри дебютирует на наших экранах. 23 Томпсон, прострельная передача и... Матферкастер-показа Дэлли Бессимона. Вот, прочитав отчёты об игре Ковентри в матче с Липсом, там он нашёл немало таких резких высказываний в адрес шведского голкипера Матниса Кэдмана. Кстати, Баймс Кэдмана, основной голкипер сборной Швеции. Первый шведский вратарь, который заиграл в английский премьер-лигин. Это Карсли, пасует на левый фланг, на Мустафу Хаджи, но мяч приходит за боковую линию. Так вот, Ковентри идёт на 19-м месте. 23 мяча забиты, 44 пропущено. По забитым предпоследнее место. Меньше только у Брэдфорда. 16 забитых мячей. Кошмар. Ну, а по пропущенным больше всех. Больше всех. Столько же у Манчестер-Сити. Посмотрите, но это невесёлое выражение лица Гордона Страхана. Удивительно эмоциональный человек. Мы наверняка ещё увидим. Ведёт себя так же, как Валерий Георгиевич Газаев. Скакивает со своей скамеечки, подбегает к боковой линии, жестикулирует, кричит, хватается за голову, за лицо, ругается с судьями. Эмоционален чрезвычайно. За ним наблюдать одно удовольствие. Для всех. Для болельщиков, для телезрителей, для специалистов, даже для тех, кто не любит футбол. Это Беллами сыграл стенку с Хаджи, но мяч перехватил капитан команды Тони Адамс. И вперёд идёт уже Патрик Гера. Но на бедро, на бедро взял его Пол Уильямс. В растерянности пребывает Пол Уильямс. Как же так? Раздался свисток. Не понимаю, почему поднимают вверх руки. Вроде бы я играл в рамках правила. Ну, как и он. Это правило бы посмотрели и увидели сами. Типичный хоккейный такой приём. Патрик Гера, надо сказать, тоже парень не из робкого десятка и далеко не мелкий. Рост 185 сантиметров. Вес порядка 82 килограммов. Мощный футболист. Вот так вот салить его, это нужно уметь. Но тоже здоровьем Уильямсом Бог не обидел. Это Холл. Маркус Холл, центральный защитник Ковентри. Ли Диксон. Ветеран ветеранов. 37 лет этому футболисту. В этом году будет 37 лет ему. Всё так же бодр, всё так же быстро, координирован. И, повторяю, я это повторяю уже неоднократно в своих репортажах, когда веду с участием матча, с участием Арсенала, на него смотреть, ну, так же, как и Настрахана. Лучше Настрахана, как в театре. Тона Диксона, отдавая ему должное, как великому спортсмену, потрясающе играет. Карслин. И сейчас что будет? Жёлтая карточка уже отбавка к Ковентри. Кардиануна. Посмотрим, что он тут сделал. Да, ну, конечно. Он, мне кажется, сзади, за маечку прихватил защитника Ковентри. Ну, Арсенал, если уж мы познакомили вас с турнирным положением Ковентри, то давайте скажем и о лондонском Арсенале. Сейчас Харман сильно бьёт по направлению штрафной площади. Вот Степанов. Латышский легионер Арсенала. Ну, по-национальному, что он русский. Но пишут его англичане на латышский такой манер. Степановс. Хотя он не был Степанов, никакой не Степановс. Удар, момент, ещё один момент, а по стойну. Рука, рука показывает Хаджи. Ну, никакой руки нет. Гим абсолютно спокойный. Ещё раз подача. Смотрите, как промахивается. И сейчас непростительно промахивается Симон. Самый опытный голкипер премьер лиги, который в свои 36 лет желает вернуться в сборную. И очень хочет надеть майку своей национальной команды. Удар по ротам. Удар. И мяч попадает. Вильямс и в бирюзе. Каномира сигнализирует арбитру, чтобы была игра рукой. И здесь Дим сохраняет завидное спокойствие. Так вот, Арсен Бенгер пригласил главного тренера шведа Свена Йорана Эриксона на тренировку Арсенала. С тем, чтобы он поближе познакомился с кандидатами в сборную. И он рекомендовал в телефонном разговоре с Эриксоном в сборную Дэвида Симона. Дэвида Симона. А также полузащитник Арея Парлорал сегодня, который проводит свою 300-ю игру за лондонский Арсенал. И 29-го номера, вот этого темнокожего левого защитника Эшли Коула. Момент опасный. Вот момент. Ну! Ик нужно. Удар! Ой, ему еще один удар. Момент попадает в пятую точку Дэвида Симона. А ворота спас Арсенала Игорь Степанов. Который сегодня вместе с Тони Адамсом исполняет роль центрального защитника. Да, Степанов выручает англичан. Да. И снова мы видим не совсем уверенные действия Дэвида Симона. Вот он, третий, отступать некуда. Некуда. Подача! И отбивает уже Тони Адамс. Выносит мяч из своих штрафной. Так вот Арсенал. После 25-ти матчей. И минут 44 очка. 12 побед, 8 мяч из 5 поражений. Мечи 41, забит 23. Пропущено второе место. По забитым мячам четвертый результат. После ОМЮ. Но Манчестер, наверное, боясь сглазить. Алекс Фергюсон не принимает поздравления. Ну и правильно делает. Он, в конце концов, великий пример знает цены. Очкам, забитым мячам, победам. И знает, что любая команда может попасть в пропасть. В буквальном смысле провалиться. Ну а при этой системе, при трех очках за победу, всякое может случиться. Спортсменный народ суеверный. Поэтому он категорически отметает всякие поздравления в адрес Манчестера. Так вот, Арсенал имеет 44 очка. Повторяю. А у Манчестера. Знаете? У Манчестера Сити в премьер-лиге. 59 очков. 15 очков разница. Фантастический. Просто показывают фантастическую форму. Демонстрируют манкунянцы. А в этом сезоне потрясающе. Если они выиграют, это будет первая победа. Такая трехкратная. Фет три подряд. Три победы подряд в премьер-лиге. Такого еще не было ни у кого. Удивительная команда Манчестера. Что там говорить? Вот Арсенал. Старается зацепиться за второе место. Потому как на ночь в затылок дышит черный коты. Чему черный, это сложно объяснить. Потому как форма красно-белая у Сандерленда. А именно он дышит в спину лондонскому Арсеналу. Вертикальные красные полосы на белом фоне. Или белые полосы на красном. Как кому угодно. Но Сандерленд неверно в прошлом сезоне, вернее, объявил такой конкурс на лучшее прозвище. Потому как какой же это английский клуб без прозвища. Так вот у Сандерленда прозвища как такового не было. Ну, называли их рокерами по названию бывшего стадиона. Рокер-парк, кстати, на котором выступала сборная Советского Союза в 66-м году. В финальном турнире чемпионата мира, который проходил на полях Англии. Но уже три сезона Сандерленд играет на, как он называет, пятизвездочном стадионе Лайт-Сити. Я немножко отвлекся от сегодняшней игры. Рассказом о Сандерленде продолжим. О Барсенале. Так вот, по забитым мячам у канониров четвертый результат после Эмью. У Манчестера 57 забитых мячей. У Челси 46, у Львипуля 41 забитый мяч. По пропущенным второй вместе с Сандерлендом. После Эмью. Так что опять приходится говорить, как кому-то не неприятно. Но приходится говорить, что Манчестер Унайтед сейчас бил поворотом Беркамп. Как и наш Спартак, столичный московский, на голову, а может быть не только на одну голову, а может быть и на все четыре, выше своих соперников. На данный момент. А что будет дальше, посмотрим. Сейчас атакуют футболисты Ковентри. Вперед идут небесные голубые. Еще два слова. Два слова предшествующего о том, что предшествовало вот этому матчу. Два дня. Два дня готовил Арсенал к поездке в Центральную Англию. А в Ковентри расположен в Центральную Англию. В городстве Уэст Мидрэнд. Так вот, готовил ассистент Арсена Венгера по трась. Так как Арсен Венгер находился в Лондоне, в штаб-квартире Английской Федерации Футбола. И оправдывался за свое довольно резкое поведение в первом туре. Когда он схлестнился в туннеле, ведущем в раздевалку. С четвертым, ну, что он называет резервным арбитром, Полом Тейлором. Дин успокаивает Тони Адамса, капитана команды. Сейчас будет желтая карточка. Показана Тони Адамсу. Это у нас вторая желтая карточка. Первая была показана игроку. Ковентри от Джону Юстейсу. Вы знаете, но просто под копирку проходит матч Ковентри-Арсенал. Матч шестого тура. Арсенал Ковентри. Тоже самое. Получает желтую карточку Юстейс. Тони Адамс. Но тут только сумики еще не хватает. Штрафной удар. Удар воротом. Удар. Мяч проходит. Винопород. Так вот, Арсен Ленгер был в Лондоне. Ему хотели, в буквальном смысле, впаять 12 матчей Луи в квалификацию. Отстранив его от руководства командой во время игр премьер-лиги. За его ссору в тоннеле. А ему инкриминировалось немного, немало как физическое воздействие на ассистента главного арбитра. Или четвертого резервного арбитра, который успокаивал Арсена Ленгера. Протестовавшего против удаления Патрика Вьера. Патрик Вьера был удален в первых двух турах. В первом матче с Сандерлендом и Арсен Ленгер выражал свое недовольство. Потом еще и во втором туре в игре против Ливерпуля был также удален Арсен Ленгер. Простите, Патрик Вьера. Но по первому туру его предупредила английская федерация футбола, что будут разбираться с ним. Слишком нервно вел себя Арсен Ленгер. Вызвали его на дисциплинарный комитет. И там он давал объяснение. Его оправдали. То есть было решено, пришли такое резюме, вынесли, что Арсен Ленгер не хотел нанести никакого ущерба здоровью четвертому арбитру Полу Тейлору. Но, тем не менее, штраф был наложен на Арсена Ленгера 10 тысяч фунтов стерлингов или это что такое, примерно 15 тысяч долларов. Ну, хоть это для нас звучит довольно сильно. 15 тысяч долларов для Арсена Ленгера, человека весьма состоятельного. Это не деньги. Тем более, я думаю, что эти деньги пойдут из бюджета клуба. Потому как Арсен Ленгер отстаивал в честь клуба, прежде всего. А Арсена Ленгера очень ценят в лондонском арсенале. Очень ценят. Потому как с приходом Арсена Ленгера в лондонский арсенал команда стабильно стала занимать высокие места в английском футболе. Патрик Ленгер сейчас в центре поля. Пас на правый фланг на Ли Диксона. Ли Диксон еще вперед. Пас рвется вперед. Это неутомимый Рей Парлор. Вот тот самый Рей Парлор, о котором я вам говорил. Степанов как-то неловко играет. Вы знаете, еще в своем предыдущем репортаже, а это был как раз матч с участием Арсенала, Челси. Челси и Арсенал. Я говорил, что как-то весьма пока, пока, весьма неуверенно действует Игорь Степанов. Футболист известный, футболист опытный. Его счетов около 40 матчей за сборную Латвии. Так что, а мы знаем, как латыши играют. Вспомните игру рижского сконта. Культура игры у латвийских футболистов, которых возглавляет. Кстати, английский тренер сборной Латвии. Сборная Латвии руководит англичанин. Ну, а его ассистентом является Александр Старков. Великолепный специалист, которого лично я очень уважаю. Интеллигентный человек, который очень всегда хорошо общается с журналистами, очень толково излагает свои мысли, которые всегда прийти на помощь пишущей братьям. Ну и, конечно же, нужно смотреть, как он руководит своей командой. В прошлом не нужно забывать, что Александр Старков был прекрасным футболистом. Рижской да, угалой. Демезучек футболистов первого советского дивизиона. Первый мига подземности у нас не было. Сейчас откатуют в Ковен-Пре. Но Степанов тут блокирует в рамках правил. Блокирует Дэвида Томпсона. Потому что блокировка не всегда это нарушение правил. Не всегда, которое карается свободным ударом. А когда блокировка проводится с нарушением правил, тут же следует свисток. Арбитра. Свободный удар. Арперес. Пас вперед на Бергкампа. Хорошая передача на Вильтора. Вильтор на ревом фланге. В серии обманных движений. Входит в штрафную. Ну! И тут, тут хорошо играет ликанский, ирландский легионер. Это Куин, Барри Куин. Вперед, кстати. Если смотреть состав Ковен-Пре, то стоит обратить внимание, что тут играет несколько футболистов сборной Ирландии. Это Барри Куин, 22 номер. Еще одно нарушение правил. Барри Куин, 22 номер. Он играет на правом фланге. Обороны у Ковентри. Это Гарри Брин. Ну, правда, Брин сегодня не играет. Ликарсли. Ну, Ликарсли 16 игр. А это Сидрик Русей. Бельгийский легионер. Который, кстати, хотел уйти из Ковентри в клуб 1-го дивизиона. В Плимут. А мы предлагали более выгодный контракт. Ну, так как он игрок-то талантливый и играет на ключевой позиции опорного полузащитника, поэтому гордым страхом сделал все, чтобы оставить его. Сейчас Ликарсли, Ликарсли. И сейчас будет желтая карточка. Показано Патрику Вьера. Не нужно здесь спорить. Это излишне, потому как видно было. Может быть, неумышленно так играл резко Патрик Вьера. Но, сажим, четко нарушение правил было. И очень опасная для соперника, для Карсли. Желтая карточка. А может быть, даже красная? Нет, ну, желтая камешка. Это красная, не красная нарушение правил мира. Да. Третья желтая карточка. Первая Юстису. Вторая Адамсу. Третья Патрику Вьера. Все нормально. Посмотрите. Вот здесь, что делал. Что делал Патрик Вьера. Опаснейшее нарушение правил. Да и для себя тоже. Посмотрите. И ему Карсли мог сломать ногу. Я не говорю, Патрик Вьера. Штрафной удар. Лик Карсли. 16 игр за сборную Ирландии. 26 лет. Пришел недавно. В Кодентри. 1 декабря заключил контракт. Куплен. У Блэкберн Родерс за 2 миллиона фунтов стерлингов. В лиге. Сегодня в лиге. Не за Кодентри. Вообще в английской лиге. Говорит, 195-я встреча. Это Пол Уильямс. Футболист, сыгравший в этом сезоне больше всех за Кодентри. Практически только один матч он пропустил. Был нездоров. Это игра 10-го пюра была. Еще одно нарушение со стороны Патрик Вьера. Напрасно, напрасно так и не разговаривает с арбитром. Потому что, несмотря на свою молодость, не обращайте внимание на внешний вид. Майка. Майка Дина. Работа у судьи нервная. Поэтому и волос у него осталось. Уже практически. Всего лишь 32 года. 32 года. Видите, как борются футболисты. Опыта ему не занимать. Он работает судьей. Судейская практика у него, начиная с 15 лет. Ну, у нас это уже неудивительно. Мы знаем, что английских судьи готовят чуть ли как и футболистов. Кто-то сразу идет, записывается в футбольную секцию. А кто-то вот в таком возрасте, даже с 10 лет, может. Ну, так вот. Дэвид Эллери открыл свою школу. Специальную школу для арбитров. Гендерайт мальчиков 10-12 лет. Лучит правилам. И готовит их к обслуживанию матча. В качестве арбитров. Ну, естественно, в футбол играют там. И очень хорошие специалисты. Футбольные тренеры. Рэй Парлар. Пас на Ли Диксона. Нервная игра. Очень нервная. Обратили внимание? Ну, это понятно. Прямо как Ковентри, повторяю, идет на предпоследнем месте. Но еще одна особенность. Довольно любопытная деталь. Ковентри. Два слова об истории. Удар по ротам. Удар. И Хэдман спасает свою команду. Маркус Хэдман. 27 лет. Пришел в команду из стокгольмского Айка. Был куплен по тогдашему времени за смехотворную сумму 500 тысяч фунтов. Ну, так я, как Евгений Кучеревский написал в Спортэкспрессе, что 500 тысяч для российского рынка это достаточная сумма. Нормальная. Ну, для Запада 500 тысяч сегодня это не деньги. Подача. И... Несогласованно действует Хэдман с лекарствой. Еще один удар. Прекрасный удар. Хэдман выручает свою команду. Но вот видите. Треболевские первые интересами в себе создали этот момент. Видите, какой удар великолепный. Это, по-моему, бил Денис Бергхамп. Это он пробил с лёта под перекладину. Ну, да, это он. Ну, для опытного голкипера Хэдмана парировать такой удар не представляется чем-то сложным. Архи-сложно. Я сейчас пришел в трассную площадь. Заметили ли вы, нет? В жёлтой майке темнокожий футболист тот самый Камилонов Лоран. Купленный лондонским арсеналом в межсезон за 7 миллионов фунтов керлингов. Мамин чуть попозже. Сейчас Хэдман вводит мяч в игру. И я продолжу о Ковентри. Всё-таки больше времени в сегодняшнем репортаже я уделю Ковентри. Я не знаю, случится ли так, что мы ещё раз покажем Ковентри на наших телеэкранах. Арсенал-то точно покажем. А вот Ковентри не знаю. Так вот, Ковентри вошел в высший дивизион. Тогда ещё первый дивизион английского футбола. В сезоне 67-68 годов. И вот уникальность этой команды состоит в том, что наряду с лондонским арсеналом, с ливерпульскими Эвертоном и Ливерпулем Ковентри не покидал элитную группу ни разу. Вот только четыре этих команды. Я беру период 67-го по вот нынешний сезон. Вот эти четыре команды, ни одна из этих команд не покидала в высшей дивизион. Ну а лондонский арсенал вообще держит рекорд. За... Со времён Первой мировой войны, когда проходил чемпионат сразу после Первой мировой войны, это сезон 19-го года, так вот лондонский арсенал единственный клуб в Англии, который не покидал элитную лигу ни разу. Повторяю, в период после Первой мировой войны. Сейчас атакуют футболисты. Ковентри, вернее, они пытаются атаковать, но у них мало что получается. Созидательный, работает. Я не вижу ни у одного футболиста Ковентри. Кто же возьмёт на себя роль конструктора? Пока вот в эти минуты, в эти, так скажем, 28 минут, которые прошли с начала первого тайма, в основном атаки Ковентри шли по левому флангу через Дэвида Томпсона. Здесь сейчас положение вне игры. Вильтор как снисходительно поаплодировал действием линейного арбитра, или, как его называют, еще ассистента главного арбитра. Напрасно, потому как сейчас Динь может достать свою жёлтую карточку и в четвёртый раз за сегодняшний матч. Ещё один момент. Но! Дэвид Симон на сей раз сыграл чётко, и Томпсон извинился перед Динь. Кстати, в составе Ковентри играет футболист Ботрайт. Не знаю, увидим мы его или нет. Марк Ботрайт в воспитаннике Арсенала. Молодой парень, ему всего лишь 18 лет. В нежсезоне он был куплен Ковентри к опасу ломбинского Арсенала. Симон. Мощный бьёт вперёд. Центральному кругу. Положение вне игры, да, положение вне игры фиксирует арбитр у Сильвена Вильтора. Ну, Сильвену Вильтору не гоже, не гоже так сейчас говорить, потому как он же боролся с защитником Ковентри на половине поля Ковентри. А это, естественно, офсайд. Ну, он был офсайд в момент передачи, был на половине поля Ковентри. А вот если бы он был на своей половине поля, то, естественно, офсайда никакого. Он по правилам не мог бы фиксироваться. Вильтор показывает арбитру, что он как раз стоял бы на своей территории. Но ассистент главного арбитра разобрался в этой стадии очень чётко. Беллами. 18 номер. Крейг Беллами. Это валидц, игрок сборной Уэльса. Вообще так посмотришь на турнирную таблицу и подумаешь, ну как же так? Почему Ковентри идёт на предпоследнее место? Ведь столько футболистов играет сейчас у Людицына. Небольшая травма. Попали ему. Вильтор с Беллами попал ему своим лбом. Колоконным лбом попал в затылок Элли Диксоном. Играют футболисты сборной, причём основные игроки. Маркус Хедман. Сборная Швеции. Основной голкипер. Барри Куин. Игрок сборной Ирландии. Хоть он и молод, 21 год, ему правый защитник Ковентри. Но тем не менее, 4 матча за сборную Ирландии. Основной сейчас игрок. Юсеф Шипо. Это марокканец. Сегодня он в запасе. Игрок сборной Марокко. Опытнейший футболист. Участник чемпионата мира 98-го года во Франции. Гарри Брин, я говорил. Ирландия. Телфер. Кол Телфер. Вот Ли Карсли. Телфер игрок сборной Шотландии. Карсли. Сборная Ирландии. Мустафа Хаджи. Но об этом футболисте чуть больше. Два слова. 29 лет. Марокканцу в июле 99-го года пришел он в Ковентри. И первый, он первый африканец в английской премьер-лиге, которому была доверена капитанская повязка. Обратили внимание? Мустафа Хаджи с капитанской повязкой. Это удивительное, надо сказать, дело. Игрок сборной Марокко. Капитан сборной Марокко. Выступал в финальном турнире чемпионата мира во Франции. Провел три матча. Забил один гол. Так что, я это говорю к тому, что опытнейших футболистов не занимать. Ковентри, тем не менее, Ковентри балансирует на грани вылета из высшего дивизиона. Но, как он балансирует, я вам скажу, уже в течение практически 20 пиклов лет. Как только вошел в высший дивизион, так и балансирует. Но удивительное дело, и практически каждый раз Ковентри удается выйти сухим из воды. Футбольному клубу Ковентри Сити. Очень известному у нас городу, но известному, прежде всего, нашим соотечественникам по событиям во Второй мировой войне. Так как Ковентри практически был стерт с лица земли немецкими бомбардировщиками в этот период. Так же, как и стадион, и знаменитый готический храм в Ковентри, построенный в 15 веке. Местные жители отстроили этот готический храм, правда, в другом месте. А обломки, или, как сказать, руины этого храма до сих пор сохранены в этом городе, насчитывающем 300 тысяч жителей. И они как бы остаются памятником минувшей войны, страшной войны. Ковентри пострадал больше всех. Из всех английских городов. Кроме немецких бомбардировщиков, здесь еще испытывались и знаменитые ракеты. Сейчас Хедман послан мяч в штрафную площадь Арсенала. Еще одна подача здесь Симон. Симон, а Седрик Русель пытался атаковать авторяя сборной Англии. Вернее, потенциальный авторяк этот час. Сейчас Эриксон сомневается, кому отдавать пост номер один. Робинсону дал киперу Литца или же все-таки Дэвиду Симону. Опыт или молодость? Талантливая молодость. Правда, вот в матче Литца и Ковентри Робинсон, вратарская надежда англичан, оказался в запасе. А ворота Литца защищал Мартин, Найджел Мартин, опытнейший вратарь Литца. Ну, в эту паузу, сейчас небольшая у нас возникла пауза, я хочу сказать, что телекомпания Рэм Ти Ви подтверждает свою репутацию спортивного телеканала. Телеканала, где любят болельщиков. Хочу вам напомнить, что завтра и послезавтра мы в прямом эфире покажем два великолепных баскетбольных матча в рамках Северо-Европейской лиги, которую вы регулярно можете смотреть на наших телеканах. Сейчас Сэлли Диксон, ну, помогая мне познакомить вас с этой баскетбольной информацией, Уильямс выбывает мяч за боковую линию. Так вот, в воскресенье вы увидите легендарный Жальгерис. Литовцы встречаются с пермским Урал-Грейтом, а в понедельник суперматч. Жальгерис играет не с кем-нибудь, а с ЦСКА. По-настальгируем вместе, глядя на телеэкраны на нашем телеканале Жальгерис ЦСКА. Сейчас Тэнни Адамс. Вот это была блокировка, кстати. Это было, как раз, с нарушением правил, то, что делал капитан лондонского арсенала. Наверное, сейчас нам покажут еще раз в записи этот момент. Это с Заветом Томпсоном он схолестнулся. Ну, что-то такое там Адамс сказал. Обидное для молодого футболиста Ковентри. Гимн выговаривает. А ну, смотри, Гимн, давайте посмотрим еще раз. Вот сейчас Адамс набирает ход. И вот, и вот, пожалуйста, вам, блокировка в чистом виде. Почему блокировка? А потому Адамс уже не играл в мяч. Но, но, вот видите, поднятая вверх рука, это свободный удар. Адамс не играл в мяч, а Томпсон как раз бежал за этим мячом. Адамс преграждал Томпсону путь к этому мячу. Это нарушение чистом виде, нарушение правил. Вот это блокировка. Короче, нарушение, в общем, свободный удар. Все остальное видели сами. Да, и еще один момент. Еще один момент. Хочу вам сказать, что самый, кстати говоря, интересный момент этого матча вы можете увидеть послезавтра, в понедельник, на нашем сайте. На сайте телекомпании РЕН-ТВ. Адрес РЕН-ТВ. Так что заходите, смотрите, интересный момент. Вот там у нас будет подборка фотографий. Сейчас очень хорошо сыграл 24-й номер. Коррентри. Защитник. Выдал мяч. Это Маркус Холк. Выдал мяч за боковой линией. Вот на этом самом стадионе Хайфелд-Роуд. 2-2. Тогда был удален Пол Уильямс. Центральный защитник темнокожий. Вы его неоднократно уже видели. Он был в центре событий. Особенно, когда эти события развиваются на подступах к штрафной Ковентри. И гол Бергхам тогда забил из положения вне игры. И Уильямса он спровоцировал. Это была явная провокация. Это прекрасный момент. Тем более, что потом этот момент обсуждался. В Федерации футбола Англии. Бергхам повызывали. Она просто спровоцировала. Укола Уильямса. Тот ему ответил. И Бегален с поля. Сейчас момент опасный. Удар. И разбил. Нет, нет, нет. И двойной рукой не было. Этот Томпсон набирает ход. По правому флангу рвется вперед. Его атакует Коверонец. Лоран падает сам. Но нарушение правил. Это было со стороны Лондонца. Лондонца. Так что хоть Лоран и упал. Тем не менее, видите, нервы не выдерживают у Арсена Венгера. Очень жестко. Ему сейчас говорит Харрис. Это четвертый резервный арбитр. В очень жесткой форме. Но корректный, естественно, очень жестко. Хотя, конечно, рукой-то сыграл Дэвид Томпсон. Не заметил. Тут я солидарен с Арсеном Венгером. Вы знаете, момент чрезвычайно опасный был. Свисток. Положение вне игры поднятое вверх рука. А рука-то была у Томпсона. Рука была. Колоссальное психологическое давление испытывают и игроки, и футболисты. Я просто хочу напомнить вам, уважаемые болельщики, что это ведь играет элита. Футбольная элита. Поэтому срывы нервные, они не бежны. Никакие деньги не могут возместить здоровье, которое тратят спортсмены, тренеры на футбольных полях. Или на скамеечке тренерской специалисты. Представляете, какой психологический стресс они испытывают каждый раз. Да, люди обеспеченные, очень обеспеченные ничьи. Многие из них уже в 30, в 40 лет становятся инвалидами, если хотите. А сколько их умирает в раннем возрасте, в 40-50 лет. Вот так смотришь, когда справочник английский век, видишь, в 50-40 лет умирает сегодняшнийся футболист. Удар в воротам! Ох, как сейчас здорово сыграл Беллами и нечего срезался. Слеги! В связи с этим вспоминается недавняя утрата британского футбола. Брэмнер, помните, какого ржеволосого шотландского полузащитника умер в 55 лет. Ну что это за возраст для мужчины? Удар! Да, попадей Беллами сейчас в ворота. Никакой бы Симон не спас. А, нам юстился показывает. Это Беллами. Назад. Клин играет на Маркуса Хэдмана. Хэдман. Мощный бьет вперед. На половину поля Арсенала здесь уже Рюссель с мячом Хаджи. Хаджи. Удар! Удар слабенький получился. И мяч выкатывается с заднего ворота. Удар от ворот показывает Майк Дин. Или как полностью звучит его имя. Майкл Лесли Дин. Любит верховую езду. Любит гольф. Ну это традиционно. Крикет. Вот такой типично британский набор. Джентльменский. Крикет. Верховая езда. И гольф. Настоящий англичанин. Игра сумбурная. Нет в ней вот этой изюминки, которая отвечает матчи с участием Манчестера. Манчестер Дин на этот. Сейчас очень здорово играет еще и Ливерпуль. Смотреть на Ливерпуле Сандерленд одно удовольствие. А вот Арсенал соперник московского Спартака. Вот момент опасный. Удар! Вильтор. Там положение вне игры. Положение вне игры у Вильтора. Сейчас пламенем. Взглядом он так огрел главного арбитра. Нет, положения вне игры тут никакого не было, надо сказать. Тут, конечно же, Маху дал ассистент главного арбитра. Вот с этой точки, с которой мы с вами видели, было видно, что Сильвен Вильтор был на шаг, наверное, сзади, а не впереди последнего защитника. Так что все было в рамках правил. Здесь ассистент главного арбитра ошибся. И вверх, естественно, в заблуждение и главного судью, Майка Эдина. Хочу напомнить вам, что определение офсайдов, это прерогатива именно ассистента главного арбитра. Ну, естественно, все полноту власти несет главный судья. Понятное дело. Но, тем не менее, он всецело доверяется своим ассистентам. Вот здесь, конечно, судья ошибся. Дано. Томсон. Эшли Коу. Очень четко сыграла. Обратили внимание, как сейчас Томсон отреагировал на подкат. На чистейший подкат. Очень здорово технически провел его Эшли Коул. Смотрим еще раз. Вертит Дэвид Томсон. Пытается обвести. Но сейчас, конечно, он... Ой-ой-ой. Вот тут, конечно, он сейчас с бутсой въехал в незащищенное место Эшли Коулу. Кандидат в сборную Англии. Да. Верно. Верно. Не по джентльменски на Сирос поступил Дэвид Томсон. Ну что, желтая карточка будет. Ну и правильно. Все верно. Это уже такая вот пятая желтая карточка. Жесткая. Очень жесткая. Борьбе в нервной борьбе проходит эта игра. Посмотрим 6 марта. Ну а 6 марта, я думаю, эта дата хорошо нам известна. Всем известно. В Лондоне на Хайбери Спартак будет играть против лондонского арсенала. Кстати, посещение Хайбери – это довольно дорогостоящее удовольствие, потому как в Хайбери самый дорогой стадион в Англии. Нужно заплатить практически 42 фунта за посещение. Сюда входит билет и обязательная программка. Ну, программку нужно не покупать, конечно. Но билет стоит ни много ни мало. 25 фунтов программка. Нет, побольше. Побольше стоит. Около 30 фунтов стоит. 2 минуты добавляет Дим к основному времени. 32 фунта стоит программка. И 12 билет. И 12 программка. Красочная, потрясающий буклет. Ну и, естественно, те, кто приходит на стадион, понятное дело, что вместе с билетом он покупает и программку, как память о посещении Хайбери. Даже Олд Траффорд и то подешевле, чем Хайбери. Вот 6 марта наверняка московский «Спартак» будет поддерживать и болельщики, верные фанаты «Спартака». Это 51-летний Арсен Венгердан. Арсен Венгердан, конечно, вот я вспоминаю, как он только пришел в лондонский «Арсенал» в 96-м году. Это был очень спокойный, уравновешенный человек, готовый прощать даже судейские ошибки. Очень вел себя интеллигентно. Но видите, что сделала работа в Англии на самом высоком уровне. 5 лет нервов, 5 лет стрессов. Вот момент очень хороший. Ну, Герау пустил его. Герау пустил. А, зато. Досада. Мог бы выйти один на один, показывает ему Беркамп. Ты бы мне пас отдал, я бы уже добил его в ворота, этот мяч. Беркамп, надо сказать, не часто выходит в стартовом составе. Вообще этот сезон он проводит не слишком хорошо. Но, тем не менее, подача. Удар? Нет, бить не дали. Не дали. Кстати, два слова о Беркампе. Беркамп недавно прошло это сообщение, что он завершит свою карьеру футбольную и гробскую. Именно в лондонском арсенале. Сейчас он подписал новый контракт. Еще на три года. И через три года он завершает свою карьеру. И завершает ее именно в лондонском арсенале. Вот на этом завершается первый тайм на этой информации. Смотрим еще раз. Посмотрите. Вот он, этот момент, когда ошибся, ошибся. Вот видите, момент удара. Пас. Вот видите, Вьера отдает Вильтору. А Вильторта очень чисто выходил без нарушения правил. Один на один с Маркусом Хэдемом. Итак, матч Ковентри-Арсенал после первых сорока пяти минут. Ноль-ноль. Лондонский арсенал. После первых сорока пяти минут. Нулевая ничья. На ваших экранах Арсен Венгер. Вот он крайний справа. Сейчас нам показывают его к уже крупным планам. Скандально известный тренер Арсенала. В последние дни он стал этим скандально известным тренером. Я уже говорил в первом тайме, что он защищался. Два дня был в Лондоне. И защищался на дисциплинарном комитете Английской Федерации Футбола. За свое, так скажем, не очень скромное поведение в первом туре. Синканата Англии в матче против Сандерленда. Когда перегугался он в тоннеле. Четвертым резервным арбитром Полом Тейлором. За это он был дисквалифицирован. Вернее, не дисквалифицирован, а оштрафован на 10 тысяч фунтов стерлингов. Это Гордон Страхан, тренер Ковентри. Ведь ему грозила действительно дисквалификация. Довольно длительная. На 12 матчей. Но все, для Арсена Венгера закончилось только вот этими денежными штрафами. Гордон Страхан смеется, улыбается он, но, так сказать, через силу. Этому 44-летнему тренеру не позавидуешь. Не клеится у него тренерская карьера. Хотя как не клеится? Ведь главная задача у Ковентри Сити, Которые сегодня играют в своей традиционной форме. Наверное, называют их небесно-голубыми. Главная задача у Ковентри это не вылететь из премьер-лиги. В этом случае с этой задачей Гордон Страхан с 96-го года, как он пришел в этот клуб, справляется. Ковентри несколько раз был на пяти в более низший венезон, но, тем не менее, оставался в уменьшем. Удастся ли ему в этот раз? Посмотрим. Клуб покинули такие футболисты. Помнишь, как в позапрошлом году? Дион Даблин. В прошлом году, в межсезонье, ушел из команды Гарри Макалистер, известнейший шотландский футболист. Ушел он не куда-нибудь, а в Ливерпуль, несмотря на свой возраст. У него 34 года, тем не менее, Ливерпуль взял его. Потому как Макалистер прекрасный распасовщик. Очень умный игрок. Прострельные передачи. Вот момент опасный сейчас у Дани Слаберф Кампа. Сейчас после этой атаки я назову им составы команд. Я видел, что замен практически не было. После перерыва команды вышли из тех же составов, что и начинали игру. Лекарсли на ваших экранах. 32 номер. Главный арбитр матча Майкл Дин. Он сегодня строг, очень строг, но справедлив. Ну, явно было нарушение правил. Опоздал Лекарсли, поэтому и снес Дани Слаберф Кампа. Потом, пожалуйста, нарушение правил со стороны Ковентри и Арсенала. Мне кажется, это довольно скромная статистика. Если это нам дают за первый и второй тайм, то это очень какие-то маленькие цифры. Страстной удар. Кто будет бить? Кто разбегается? Вера или кто это? Лоран. И видно издалека, не отсюда. Удар к воротам. Удар не на силу, а на точность. Щечкой бил. Бил. Эшли Коу. Молодой защитник. Сегодня он на левом фланге, потому как сильвильно травмирован. Травмирована на сильвину икроножная мышца. А у Мартина Киона, который обычно составляет пару центральных защитников у лондонского Арсенала, момент очень опасный был сейчас. Еще продолжается этот момент опасный. Продолжается атака лондонского Арсенала. Пас. Еще ремпас головой. И Берхампу не удалось. Не удалось выйти на ударную позицию. Вот эти минуты проходят в непрерывных атаках лондонского Арсенала. Сильвен Дель Тор против него Хаджи. Тут еще карти бросается на него. А тут еще ремпас. Великолепный удар. Удар. И мяч в руках у Хаджмана. Бил пришедший в центральную состровную площадь. Коулендри. Тони Адамс. Коулендри. Там было на решение правил. Но Дим показал, что можно играть. Это Барри Куин. Барри Куин подает. У Коулендри совершенно не клеится конструктивная игра. Потому как лекарцы сегодня, видимо, не в духе. Вот тот самый выстрый, 32-й номер. У него возложена задача разводить игроков. Да, Тони Адамс это бил поворотом. Но для Магнуса Хедмана этот удар большой сложности не предстоял. Но лекарства игра не идет, а никто другой на себя взять вот эту конструктивную роль не может. Рэй Парлар. Вот у нас будет шестая желтая карточка. За разговоры или за что здесь было? Он сейчас должен показать. Но этот момент нарушения мы с вами не видели. Потому что камера пошла сразу влево. За мячом следила. А вот это было нарушение правил уже... Вот вам, пожалуйста. Пятая желтая карточка. Не шестая, пятая. Пятая желтая карточка. По карточкам Арсенал впереди. 3-2. Вран. Повперед. Бэк Даркамп на правый фланг. Фаналя Гитсена подключил правого защитника своего. Гитсен навешивает. Вернее, хотел перевести ночь по диагонали на левый фланг. Не получилось. Дэвид Томпсон. Вот в первом тайме все атаки в Ковентре развивались в основном через левый фланг. Через активного Дэвида Томпсона. Но нельзя сказать, что Дэвид Томпсон замучил по первому тайму. Он обладает такой-то конструктивной жилкой. Да, нет Даблина. Нет Макалистера. Нет Георга Буатенга. Все эти футболисты играют уже в других клубах премьер-лигин. И игра не клеится в Ковентре. Поэтому не случайно Ковентре Сити идет на предпоследнем месте. Все-таки я позволю себе быстренько напомнить состава играющей сегодня команды. Хотя пока будет устанавливать мяч. Страфной. Это нарушил правила Маркус Холл. Итак, Арсенал. Он сегодня играет в желтых футболках. В воротах Дэвид Симон. Второй номер Лидиксон. Третий Игорь Степанов. Четвертый Патрик Вьера. Шестой Тони Адамс. Капитан команды. Седьмой Роберт Перес. Десятый Денис Бергхамп. Одинственный Селиван Вильтор. Двенадцатый Лоран. Пятнадцатый Рэй Парлар. Двадцать девятый Эшли Пол. В воротах Магнус Хедман. Момер первый. Четвертый Пол Уильямс. Шестой Ричард Шоу. Седьмой Дэвид Томпсон. Девятый Седвик Руссель. Десятый Мустафа Хаджи. Капитан команды. Тринадцатый Крис. Пятнадцатый Джон Юстейс. Крис Киркланд. Это вратарь. Запасной. Тринадцатый номер. Восемнадцатый Крэг Беллами. Двадцатый Барри Куин. Двадцать четвертый Маркус Холл. Тридцать второй Ли Кансли. Вот эти футболисты. В запасе. Как я уже сказал. Тринадцатый Кирк Киркланд. У Ковентри. Восьмой Юсеф Шипо. Двенадцатый Пол Тарфер. Телфер. Двятнадцатый Иван Герерон. Испанец. Двадцать восьмой Джей Ботрай. У Арсенала вратарь Алекс Маннингер. Тринадцатый. Восемнадцатый Жиль Гриманди. Двадцатый Олег Лужный. Двадцать третий Нэсс Ливас. И двадцатый Манква Каннин. Ну появятся ли они на площадке. Мы с вами увидим чуть позже. В самом случае. Видимо. Видимо тренеры обеих команд. И Гордон Страхан. Вот он. И обещал рассказать. Но как об игре рассказывать это много и нечего. Идет борьба вязкая. Жесткая. Нельзя сказать что. Очень зрелищная. Так вот Гордон Страхан. Только что был на ваших экранах. Небольшого росточка. Рожеволосый. Шотландец. Работает в Ковентри Сити. С девяносто шестого года. Ему сорок четыре года. Ну так скажем. Девятого февраля. Ему исполнится сорок четыре года. Будем точны. Играл за Данди. Начинал за Данди. Старинный легендарный клепайтон Ван Квактана. За Бердин. За Манчестер Юнайтед. За который провел сто шестьдесят матчей. И забил тридцать тримичан. За Литф Юнайтед. Сто семь. Сто девяносто семь матчей. Тридцать семь. Голов. За Колин. Три двадцать шесть. Тогда начинал в роли играющего тренера. За сборную Шотландии. Пять матчей. Пять голов. За которые выступал девять лет. Участник двух чемпионатов мира. Восемьдесят второго и восемьдесят шестого годов. Играл против сборной Советского Союза дважды. Ну и чемпаки мира восемьдесят второго года. И затем еще в товариществе матчей в девяносто первом году. Кстати, уникальный футболист Гордон Страхан был. Уникальность его заключается в том, что он единственный футболист на Британских островах. Признававшимся лучшим игроком Шотландии в восьмидесятом году. И Англии в девяносто первом. А ведь девяносто первый год это был закат уже карьеры Гордона Дэвида Страхана. Вот так полностью звучит его имя. Два сына у Гордона Страхана и оба играют за Ковен Трим. Кстати, старший сын, 23-летний Гевен Страхан, уже выступал в этом сезоне за Ковен Три Сити. Он игрок молодежной сборной Шотландии. Кандидат в национальную, в первую сборную. Ну а его брат моложе на два года, Крейг Страхан, тоже в основной заявке Ковен Трим на этот сезон. Правда, в этом году, так как и в прошлом сезоне, а в Англии осень весна. В этом сезоне еще Крейг Страхан, младший сын Гордона Страхана, на поле не появлялся. Лоран отдает пас своему капитану. И здесь уже четко играет Роберт Шоу. Пас вперед. Это Юстейс. Джон Юстейс, первым таймингом. Очень хороший был момент. Пожалуй, единственный момент, когда хозяева поля могли открыть счет. Прекрасно сыграл Юстейс. Я, правда, его упорно в течение минуты называл Беллами. И еще, наверное, услышал меня английский режиссер. И показал Беллами, хотя это был Юстейс, 15 номер. Великолепно он сыграл. Но, правда, великолепно до заключительного момента. Когда в воздухе подбрасывая мяч, он прорвался в трофную. Вышел практически один на один. На великолепную ударную позицию. Против Дэвида Симона. Мощно пробил с левой ноги. И мяч. Высший ворот пролетел. Такое ядро, как из пушки, выстрелил. Юстейс выше ворот. А так, попадем в раму. Голд был бы стопроцентный. 0-0. 0-0. И, конечно, момент был очень опасный. Ворот Ковентри, когда... Был выведен на ударную позицию по трекам Вьера Сильвен Вильтор. Но ассистент главного арбитра ошибся в определении офсайда. Поэтому раздался свисток Майка Эйдина. Он зафиксировал ошибочный офсайд. И момент был сорван. Очень обидный для командиров. Ковторых тоже, так сказать, туго идет созидательная игра. Сейчас мяч на планиколе Арсенала. На правом, на левом фланге. Футболисты по Минтере атакуют. Это пас отдавал Хаджи. Теперь уже седьмой номер. Мощный бьет вперед. Это был Дэвид Томсон. Это удар, не удар и подача. Нужно. Какая-то неудача. Подача, неудача. Вот так можно сказать сейчас про этот выброс мяча. Дэвид Томсоном за линию ворот. Дэвид Симон. Я уже говорил в Дэрон Тайме, что главный тренер Арсенала Арсен Денгер приглашал главного тренера сборной Англии Свена Йоррона Эриксона на тренировку. Арсенал, с тем, кто поближе познакомился с его игроками. И рекомендовал ему в сборную Рея Парлора, Эшли Коуэлла и Дэвид Досимона. Ну, что ж, Эриксону нужно, нужно готовить. Команда, предверенная ему сборной Англии сейчас, так сказать, находится в стадии становления. И англичане могут остаться без тренального турнира чемпионата мира 2000 года. Потому как положение у них в турнирной таблице незавидное. В отборочной группе Эшли Коуэллнет оставляет мяч Патрику Вьера. Патрик Вьера вперед, еще дальше на Бергкампа. И тут же выбегал на ударную позицию Соливен Дельтор Магнус Хэдман. Надо сказать, о первом тайме еще два слова. Сегодня не слишком удачно играют оба вратаря. Магнус Хэдман, но на их счастье, и Дэвид Симон, на их счастье, надо сказать, немного работы им предлагают соперника. Это Хаджи, прострельная передача. И вот сейчас, опять же, это инспортная передача для Дэвида Симона. Мустафа Хаджи, капитан Ковентри и капитан сборной Марокко. Те, кто смотрит спортивные передачи телеканала РНТВ, увидели, наверное, сегодня утром прекрасную, на мой взгляд, передачу мира спорта глазами в жилет. Так вот, там был большой сюжет, посвященный отборочной игре чемпионата мира в африканской группе, в котором в Каире встречались сборные Египта и Марокко. И там могли видеть, как Хаджи едва-едва не поразил, вроде, хозяев поля, но его удар отразила Перик Лагина. Сейчас, это будут гости Патри Кувьера на левый фланг на Робера Тереса. Мушкетеры Арсена Венгера. Угловой удар подает Робер Терес. Кабари Куин. Правый защитник, который внутри, хотя он по амплуа полузащитник. Но вот здесь Гордон Страхан переквалифицировал его в защитники. Робер Терес подает угловой. Подача! Удар! Нет! Удара не было, это Магнус Хедман. Вернее, удар-то был, только не головой, а рукой. Обратите внимание, сегодня нет ведь в составе лондонского арсенала серии Анри. Увы, лучшего бомбардирова. Лондонского арсенала, одного из лучших бомбардиров нынешнего сезона в премьер-лигии. На его счету 13 мячей. Он травмирован, поэтому сегодня участие в игре не принимает, что, конечно, объединило игру лондонского арсенала. А вот Денис Беркхам, конечно, как это неприятно говорить, но, увы, видимо, подходит к концу его игровая карьера. То есть пик своей игровой карьеры Денис Беркхам уже, видимо, миновал. Потому как играет он, это тень, тень Дениса Беркхампа прошлогоднего. Беркхампа прошлого сезона. Нужно не говорю о Даркхампе двух-трехгодичной давности. Только начинал играть за арсенал. Что это было за игрок? Какие пасы, какие голы, какие удары? Сейчас это бледная действительно тень. Андри, Терри Андри проводит великолепный сезон. Видите, как эмоционирует Гордон Страхан. Опять же, до перерыва я говорил, что за ним бы последить повнимательнее. Видимо, английские режиссеры уже привыкли к Гордону Страхану, и поэтому Джон ничем их удивить не может. Хаджи, отличный пас, но удар в воротах, удар, и вот так вот это вообще. Мало, мало дальних ударов, надо сказать. Погода сырая. Какие-то что не говорите, а февраль месяц, зима, зима, она и в Англии зима. Мы были свидетелями, что в этом сезоне на британских островах и заносы, и дожди, и снег. В общем, англичане познали вкус зимы, почувствовали вкус зимы в этом году сполна. Поэтому, видите, какое поле очень скользкое. Для вратарей весьма неприятное. Прежде всего для вратарей. Почему? Потому что отталкиваться очень сложно. Мы видели неоднократно, как вратарей пропускали мячей, потому что они могли оттолкнуться. О, сейчас прекрасно, великолепно идет вперед. Вот это кто ж такой? Беллами, наверное. Это Юстейс. А кто же шел вперед? Великолепный проход сейчас был. По-моему, это Беллами. Да, Беллами. Это он совершил слаймный проход к штрафной площади Арсенала. Едва, едва не вышел на ударную позицию. Великолепный момент сейчас имели. Могли иметь хозяева поля. Шоу. Чуть, так сказать, необычно выглядит. Оборона Ковентри. Уже, видимо, от отчаяния, что ли, Гордон Страхан поставил полузащитника. Ричард дошел в центр обороны. Вместе с Маркусом Коколом. Это Дэвид Томпсон. Серье обманных движений. Вот видите, как сборница футболиста. Ашликоу показывает себя действительно весьма квалифицированным защитником. Ашликоу. 29-й номер. 23-летний. Удар в воротам. Да не хватает. Не хватает изюминки. Какого-то оригинального хода. Что у Арсенала, что у Ковентри. Ну что ж тут сравнивать? И по титулам, и по истории своей нельзя тут сравнивать Арсенал и Ковентри. Это все равно, что сравнивать Давида с Голиафом. Арсенал многократный чемпион Англии. 12-кратный чемпион Англии. Неоднократный победитель национального кубка. Кубка Лиги. Ну а что Ковентри? Ковентри может похвастаться только одним. Что выиграл Кубок Англии в 86-м году. Подбив лондонский Тоттенхэнд. И все. Больше никаких призов Ковентри не выигрывал. Лучшее место. Ковентри это шестое в конце 60-х годов. Вот взамена. Взамена в лондонском Арсенале. Вместо 12-го номера. Давайте смотреть, кто выйдет. А выйдет Жильгриманди. Говорит Жильгриманди. А меняет он... Меняет он Лорана. Камерунца Лорана, которого совсем было не видно и не слышно сегодня. Все правильно. Совершенно логичная замена. Кстати, и Лоран, и Жильгриманди игроки одного амплуа. Полузащитники оба. И оба играют на месте опорного полузащитника. Магнус Хадман ввел ночь в игру. Это была первая замена. Запишем Гриманди вместо Лорана. Дэвид Симон. И, хотя, надо сказать, в Ковентре клуб довольно известный. Довольно уважаемый. Хотя не может быть, конечно, довольно уважаемый. Просто уважаемый. Он действительно уважаемый. Итак, он образован в 1883 году. Рабочими на фабрике Зингерс. А первый успех ФК Зингерс победа в Кубке южских команд в Бирмингене. В 1891 году. Такой Бирминген Джуниор Каппо. Степанов играет. Ну а под своим нынешним названием клуб выступает с 1898 года. Славная история, не правда ли? В английской лиге Ковентре Сити дебютировал после Первой мировой войны. Как мы знаем, после Первой мировой войны лондонский арсенал ни разу не покидал. Вот в этот период с Первой мировой войны до сегодняшнего дня не покидал элитную лигу. А вот в английской лиге Ковентре только дебютировал как раз после Первой мировой войны. А во втором дивизионе дебютировал состоялся. Был он и в третьем, был и во втором дивизионах. И вошел в первый дивизион только в сезоне 67-68 годов. Бергхамп, ну да, конечно же, заплел ноги, без сомнений. Че тут возмущаться-то Дэвиду Томпсену. Все правильно. Ну и, конечно же, по выступлениям в английской лигии вот этот сезон для Ковентри, это сезон 75-й. И 34-й сезон в элите, без проколов. Повторяю, Ковентри ни разу не покидал, как и Ковошов. В элите везде ни разу не покидал. Ну, у Арсенала это 97-й сезон в английской лиге. И 84-й в элите. Эшли Коул, ну, толкнул, конечно же, рукой Дэвиду Томпсену. Правда, Томпсон, конечно, еще и подыграл. Упал так эффектный. А что все правильно. Упал так эффектный. Упал так эффектный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Борьба на правом фланге Дэвид Томпсон Еще один пас вперед Нет, пас уже не получился у Томпсона Потому как он поскользнулся Оттолкнули его И здесь Снова возмущается Арсен Вингер Я вижу, он пристал со своей тренерской скамеечки И вот, пожалуйста, шестая желтая карточка Эшли Коу Будет Слегка он так Очень интеллигентно Ударил по бутце Сзади смотрим еще раз этот момент Да, тонечко, тонечко Нарушение было И знаете, сегодня Просто классно работает В качестве главного арбита Ну, если не писать прокола С офсайдом Вильтора Классно работает 32-летний главный арбитр Майкл Дин Строг, но справедлив Не пропускает практически ни одного нарушения Повторяю, ему 32 года Здесь сегодня играют футболисты Которые старше его по возрасту Ну, представляете Ли Диксон старше главного тренера На целых 4 года И тем не менее Дин заставил себя уважать По пустякам не свистит Но в то же время вот сейчас Вовремя вышел из ворот Дэвид Симин Выбил мяч за боковые муни Прочитаю эту комбинацию Обратили внимание, как провалены сейчас Защитники Арсенала Наверняка Спартаковцы будут смотреть эту игру Удар! Ох, какой сейчас момент был Это пол Уильямс бил Центральный защитник Ковентри Мяч выше прошел Смотрим еще раз этот момент Он показывает, когда Хорошо это Сидруб Руссель Рвался вперед Бельгийский легионер Ковентри И он спрошел в классную площадь Арсенала Томсон Томсон сегодня По правилам Маслов Великий полузащитник Московского Динамо 60-х годов Человек с двумя сердцами Так вот и Томсон Сегодня Постоянно Практически ни разу не видел его Стоящим на месте Вот сейчас провалилась оборона Вильтор Вильтор Вертится с Томсоном Опять же с тем самым Томсоном Посмотрите Томсон выполнит Колоссальный объем работы Сегодня у Ковентри И поэтому не случайно Большинство атак Небесно-голубых Идет через правый план Вот он Шоу Центральный защитник Хотя он повторяю Он полузащитник Давайте посмотрим Довольно забавный Момент Видите как Шоу Попади мяч в голову Лондонскому футболисту То Не мановать беды Теннис Бергам Только временами Временами Он напоминает о себе Великом Когда-то великом игроке Его называли Немного немало Наследником Великого Кройфа Ведь первым Первый свой титул Первый свой трофей Он завоевал В амстердамском Аяксе Играя под руководством Великого Вот это уже действительно С большой буквы С огромной буквы Можно говорить это О Йохане Хендрике Кройфе Великом голландском игроке Таких игроков в мире Пеле Марадона Кройф Яшин Что там Кого еще можно назвать Доросложно Вот такого Калибра Дайкенбауэр Может быть еще Величайшие игроки Всех времен И народов Вот Кройф Продвижит к ним Но Бергам Довольно быстро Сдулся В своем мастерстве Сравнение 300 тысячи жителей Мы видим Входим За победой Гримандин Пас на Эшли Коула Коу Вперед На Вельтора Вельтор Перес Чемпионы Европы Сейчас атакуют Я имею ввиду Вельтора и Переса Чемпионы мира и Европы Еще Подработал мяч Вот тут было положение Магнус Хэдман С мячом Смотрит Кому отдать Ну Откройтесь Друзья мои Призывает он Своих партнеров Надо же забивать Забивать Кстати По домашним играм Если брать Турмирную таблицу Составленную По итогам Домашних игр То здесь Команды Вот сегодняшние команды Занимают Диаметрально Противоположные позиции Арсенал Идет на первом месте Он на своем Любимом Дорогом Хайбери Удар в ворот Там Это по своим воротам Бил Это не Футболист Команды Он же и Гриманди Он конечно пытался Пробить Пробить Юстейс Но ведь Бил то Гриманди Спасая свою команду Посмотрим Это главой Я продолжу тему Домашних игр Подача Выпрыгивает Уильямс Ну там уже Нарушение правил Оффсайд показывает Майкл Дим Так вот Арсенал по домашним матчам Идет на первом месте Имея после 13 игр 33 очка 10 побед 3 ничьих И ни одного поражения Ну практически Так же как и Арсенал Не имеет ни одного поражения На своем поле Еще один Лондонский клуб Это Тоттенхэм На Уайф Артлайне Не проиграл В этом сезоне Ни разу Это, так сказать Огромное достижение Для Для шпор Арсенал забил 33 мяча Пропустил 8 На Хайбериад Ковентри Сравнением Сбрал всего лишь 10 очков Дома И это дома Вот на Хайфелдроуд После 12 игр Всего лишь 2 победы Хиленькие 2 победы Представляете 4 ничьи И 6 поражений 9 ничей забито И в 2 раза пропущено 18 Ужас Представляете Что испытывают Местные жители Они горячо Любят свой клуб Посмотрите Я видел в перерыве Стадион Хайфелдроуд Вмечающий 24 тысячи Заполнен до отказа С детьми Можно сказать С грудными детьми Которые облачены В небесно-голубые майки Пришли родители Болеют горячо Но футболисты Пока Во всяком случае Никак не могут Ответить На вот такую Фанатичную любовь На патриотическую Можно сказать Любовь Болельщиков А вот интересные детали Если брать матчи На выезде То здесь Опять же Эти Плюса Они Соприкасаются Арсенал И Ковентри Арсенал идет На 12 месте А Ковентри на 13 По гостевым матчам Обе Оба клуба Обе команды Провели по 11 игр И набрали Арсенал 13 очков А Ковентри 12 Вот так Ну и конечно же Мочи Сладенько летит Мочи Ушел Ушел уже После удара Беркан Без Анри Так и хочется сказать Нет арсенала Арсенал И конечно же По уровню Игроков Отдельно взятых Так скажем По общему По уровню Арсенал превосходит Ковентри И по именам превосходит Что-то Говорить Ну вот Никак не может он Одолеть Аутсайдера Ковентри сити Ковентри сити Команда ершистая Очень злая Когда осушь Заткнусь Эту дела То Справиться с ней Довольно Довольно непросто Ну пока Футболисты Багаются В центре поля Сейчас продуктера Свершил рывок И его На бедро Принял Дэвид Томпсон Асерас Странно Он даже не спорит Уронив Переса Обычно тут же Начинается Словоблубие Со стороны игроков Вот нет Асерас Он понял Что совершил ошибку Перес будет бить Сейчас В это время Когда он показывал Этот момент Тут уже успели И пробить И потерять мяч За боковую линию Адамс Оскверет Еще один пас Вильтор Сидел бы Вильтор В Бордо Вот момент И гол Гол Хотел сказать Сидел бы Вильтор В Бордо И не переезжал бы В Лондон Но сейчас Наверняка Наверняка Не без вихидства Болельщики Арсенала Отметили Нет Уважаемый Комментатор Адамасирас Вильтор Вильтор Правильно Сделал Все верно Что приехал И выдал Такой пас На Бергкомпа Ну что же Игроки-то классные И Вильтор И Бергкомп Посмотрите Хотя Я стою На том Что Пик Своей Игрокской Карьеры Конечно Бергкомп Но Вот тут Что тут Говорить Посмотрите Явная Ошибка Центральных Защитников Комментру Вот так Дать Спокойно Выпрыгнуть Спокойно Осмотреться А ведь Футболисты Высококлассные Футболисты Принимают В таких Игревых Эпизодах Решение Как компьютеры В течение Какой-то там Доли Секунды Спокойно Огляделся И кивком Головы Закинул Мяч За шеврот С одним Отдохом Все было сделано Грубейшая Позиционная Ошибка Защитников Комментру Удар Ударка Был И уставить Для Хэггмана Непростой Рикошет Там был Был парлер Рикошет Но Хэггман Вовремя Слодировал И четко Забранный Одернул Ну что ж Логично Все Логично Дархам Забивает Сво Давайте смотреть Дэвид Дэнис Бергкам Третий Гол Третий Гол В чемпионате Четвертый Вообще В этом сезоне Еще он Забил Гол В Кубке Англии Теперь Арсенал Будет играть В одной Восьмой Финала Кубка Англии Со своими земляками Поболистами Челси Билеты Билеты Уже продаются Матч Будет 18 февраля Проходить На Хайбере И на сайте Арсенала В программках Уже Во всю Идет рекламная Компания Можно купить Билет На этот матч Матч Который Я не сомневаюсь Будет Чрезвычайно Интересным Арсенал Против Челси Матч Кубка Англии А вот Коментри Распрощался С надеждами На кубок Проиграв Манчестер Сити Ну вообще Надо сказать Дома Коментри Не выиграл Уже Довольно Давно В начале Декабря Он Убежал Свою Последнюю Победу Сейчас Не может Прервать Свою Кошмарную Серию Вот он Гордон Страхан Смотрите На его Глаза Миг Застыло Смертельная Тоска Тоска Смертная Так скажем Не выигрывал Его клуб С 20 Пардон С 20 Тура Когда победил На выезде Подчеркиваю На выезде Победил Ливерпульский Эвертон Со счетом 2-1 А дома Последний раз Небесно-голубые Побеждали В 17 Туре То есть В начале Декабря Выграв У Лестера Со счетом 1-0 И вот уже Эта кошмарная серия Из Сейчас они проиграют Арсеналу Эта кошмарная черная серия Не просто без побед А без Вообще без Единого очка Она продолжится Началась Эта кошмарная серия С 23-го тура Поражение Нью-Касла 1-3 Затем От Эвертона 1-3 Поражение В Кубке Англии От Манчестер Сити 0-1 От Лидса 0-1 В общем Инжес какой-то Поселился на Хайтлд Род Сейчас если пройдет Арсеналу А времени Остается мало Мало Очень мало Ну сколько там Ну 6 Может быть 7 Остается до конца Матча На Тут уже Видите как Нервы не выдерживают У Болельщиков Кобентри Они бросаются С трибун Вниз головой К бровке Чтобы как-то Подбодрить Своих Любимцев И тут же попадают В теплые объятия Английских Бобби Так называют Полицейских Эшли Эшли Коул Пас вперед На Вьера Вьера На правый фланг Арсенал в атаке Рей Фарлар Ну теперь уж Можно сказать одно Теперь уж Арсенал Свои три очка Не упустит Если не произойдет Что-то такого Случайного Если Ляп не допустит Обороны Арсенала Что вполне вероятно Кстати Кто-то даже Кобентри Не видать Не видать Очка Для одного очка Как Собственных ушей Прострельная передача Давно пытался Сделать Вильтор Прострельную передачу Угловой удар Все меньше Меньше времени Это Барри Куин На ваших экранах Идет подавать Перес По корнерам Впереди Арсенал Это пятый Угловой Это же Гриманди Французов Много В арсенале Перес Подает Удар Нет Удар Удар Канамира А удар Головой Ричарда Шоу Центрального Защитника Еще один Пас Керес И снова Шоу Он пытался Пробить В ходу Ему 18 лет, 18 лет куплен у лондонского арсенала за 1 миллион фунтов стерлингов. Вот теперь, видите, как арсенал может похвастаться, что его воспитанники играют во многих клубах английской лиги. В том числе вот здесь, в Кодентрин, Джей Ботрайт. Перес. Ну, конечно, сейчас в лондонском арсенале сумасшедшая конкуренция. Чтобы пробиться в состав, нужно быть, ну, просто супер талантливым. Сарсен и Венгера требуют очки, так что ему не до воспитания молодежи. Ему нужны победы. И проще, конечно, заплатить деньги. Удар! Молодец! Удар, правда, был не очень сильный. Вера выводит на ударную позицию Вильтора. Удар. Ну, удар был неприятен. А неприятен он тем, что Хэдман, видите, он не видел момента удара. И, обратите внимание, немножко двинулся влево. Удар был не сильный, да. Но, тем не менее, в противоход бил Вильтор. И момента, повторяю, не видел Хэдман. Поэтому сыграл просто блестяще. Успел среагировать. Тело перебросить. Право. Еще раз покажу этот момент. Обратите внимание, он слегка качнулся влево. А затем уже перебросил свое тело вправо. Это очень тяжело. Вот так мог играть только один вратарь. В нашем советском футболе. Это Анзор Амберкович Кавазашвили. В моей памяти, какие он брал сумасшедшие удары. Это просто вот так вот. Когда в противоход ему били, он каким-то образом, чудом, перекладывал тело в другое, в нужное направление. И отбивал, спасал ворота московского торпеда, московского спартака. В общем, вратарь от бога был. В то время проблемы вратарской в нашем футболе не существовало. А сейчас, увы. Сейчас мы импортируем вратарей. Ждем мы вратарей из Африки, из Европы. И откуда нам Бог пошлет? Своих нет. Увы, кошмар. Итак, выбрасывайте за боковой. Бросили. И Степанов. Степанов высокий, такой как бы неуклюжий. Но вот в этом матче, правда, неразрешимых задачами, таких сложных задачами не ставят. Небесно-голубые. Но, тем не менее, в первом тайме он спас однажды. Оказался в нужном месте в нужное время. Выбил мяч. Гавик Симон ошибся на выходе. И Степанов за новое место. На воротах. Вниз. Испешно-голубый мяч. Равиль Тор. Хорошо сыграл с Гриманди. Тот отдает пас на Вьера. Вьера налево. На Бергкампа. Уже катают мяч Кананиры. Три очка в кармане. Знак вопроса. Вопрос, естественно, риторический. В футболе всякое может быть на последних секундах. А Ковентри, хоть и аутсайдер, тем не менее, я уверен, сейчас... Вот, 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 пожалуйста, вам. Вот этот ляп, о котором я вам говорил. Тони Адамс едва его не допустил. И чудом спас себя от позора. Свою репутацию. Вот сейчас бы он выложил мяч. Разбот-райду. И 18-летний юнец мог стать героем, получив подарок от Тони Адамсона. Вот, что не правил Пол Уильямс. Это Хаджи. Хаджи слева, справа появляется. Но он впереди. Он впереди вместе с Эдриком Рустелем. Но Рустелем совсем не видно. Бельгийц как бы растворился на поле. Я какое-то щитное число раз произнес его фамилию. Подача от границы штрафной площади. Вот удар. Удар не получился. Не получился. Удар. Сладенький был удар. Оба трайда. Шоу. Вперед. Последний был Уильямс. Центральный защитник, где очутился. Как заправский форвард. Он там. Ковентри. Идет вперед. Уже такой, знаете, на вал. Страфной. Страфной удар Уильямс нарушил правила. Вернее, Уильямс против Уильямс нарушил правила. И вот они. Последние секунды матча. Последние нервные мгновения этого поединка. Да, Диксон, безусловно, безусловно. Вроде у нас там запрыгнули. Вроде у нас там запрыгнули. Вот сейчас в итоге. Хаджи. Сейчас тут будет борьба. Подача и... Нет, Гера бил. Отбил. Карсли назад. Это Барри Куин. Пасует своему голкиперу Магнусу Хадману. Хадман бьет вперед. Судя по поведению, остаются последние секунды. Но нам, правда, и не показывает, насколько добавил. Били остановочки. Одну минуту Хаджи бьет по вороту. Удар! Мимо ворот. Мимо ворот. Уже такой, я бы сказал, удар отчаяния со стороны Мустафы Хаджи. Вот видите, сколько Хаджи. И в Африке Хаджи есть, и в Европе Хаджи есть, и в Румынии, и у нас в России есть свой Хаджи. И является 23-й номер, я имею в виду, естественно, главного менеджера московского статака Александра Хаджи. Выходит 23-й номер. Это аргентинец Нальсон Вивас, игрок сборной Аргентины. Правда, в прошлом. Меняет он игрока сборной Франции. Основной состава сборной Франции Робера Тереса. Как раз хорошо поработал, на мой взгляд, отыграл на 4 с плюсом. В случае ошибок, явных ошибок в передачах, он не допускал. И довольно часто атаки Арсенала развивались через левый фланг. Ну, подводя итог этой игры, кого можно выделить у Арсенала? Три минуты. Видите, три минуты добавил Дим. И сейчас эти три минуты пошли. Обычно вот это объявление появляется на экране в тот момент, когда основное время истекло. И пошло уже время компенсирования. Три минуты. Три минуты дается Ковентри, чтобы уйти от поражения. От седьмого поражения на своем поле. Вот, конечно, это черные сели, как черные сели. Бергкамп. Тут он показывает. Нарушение правил. Было со стороны голландца. Магнис Хедман. Посылает мяч вперед. Но удар в нем очень сильный. Ну, правда, и бить со скользкого тяжелого грунта, газона сложно. А Гриманди... Вот, нет, этот Адамс играет с Ивасом. Ивас у него теперь кудри, вот эти вот локоны. Тони Адамса с Кутерами, где издалека похоже с Гриманди. Берем, где такие же локоны черные и длинные, как у Адамса. Назад. Пас на голова Симона. Симон бьет вперед. В отличие от Хэбмана, удар у Симона получил шоу. Первым был у мяча. Адамс. Эшли Оу. Вивас. Отобрали. Нет, не отобрали. Небесные голубые. Штрафный удар. Из центрального круга и что? О, сейчас с Карсли подзывают. Кто нарушил правила, я что-то не понял. Давайте смотреть. Лекарсли. Лекарсли получает желтую карточку. Он, честно говоря, даже сбился со счетов. Он седьмая желтая карточка в сегодняшнем матче. Но лидирует Арсенал. Седьмая, на что должно быть 3-4. То есть 4 карточки у Арсенала, 3 у Ковентри. Так должно быть. Легкий пучок. Незаметный для наших глаз в живот. Патрику Бьера. Тот упал, корча с предсмертных муток. И тут же Карсли получил желтую карточку. День действительно не пропускает ни одного нарушения. Классный арбитр. Наверняка мы увидим еще его на международной арене. Коу бьет вперед. Ричард Шоу первый. Назад на Хэдмана. Давайте посмотрим на турнирную таблицу. Что будет, если Арсенал берет 3 очка. В этом случае он остается на второй позиции. 47 очков будет у лондонского Арсенала. Независимо от того, как сыграет Сандерленд в этом 26-м туре. Ну а Ковентри. У Ковентри кошмар. Все. Все, друзья мои. Так все и завершилось. Арсен Денгер был прав. 47 очков у Арсенала. И он остается на втором месте у Ковентри. Так как было 21. И он плотно сидит на предпоследнем месте. Да. Но чемпионат не кончается. Вы, наверное, знаете, что еще до конца. Чемпионат. Осталось 13 туров. 38 матчей должны провести команду. Так что все может случиться на этой 13 матчевой... ...